Объясняю ситуацию. Рабочая группа по переименованию собиралась всего три раза. Ни разу не было кворума. Максимальное количество было 13 человек из 22 тех, что руководитель присутствовал только на первом заседании. Никаких протоколов, никаких голосований, никаких понятий. Все принималось присутствующими депутатами. У нас там два депутата было в составе. То есть давайте назовем город так-то. Давайте переименуем так-то. Давайте. Это все было спонтанно. Но дело в чем. Общественные слушания по инициативе госполкома проведились один раз. Были согнаны, я подчеркиваю это слово, все учителя, все служащие, все горанот, то есть все силы оппозиционного блока. Полный зал. И большинство голосов решение было принято о том, чтобы сохранить Димитра у старой названия. Выступили святые отцы, которые наполнили новое содержание. То есть был такой святой Димитрий, причем одни говорили за Солунского, другие за Ростовского. Это абсолютно не играло роли, потому что мы наполняем новым содержанием. И было такое решение принято. Значит, почему озабоченность? Большая у краеведов, у патриотов особенно. Потому что победил про оппозиционный блок у нас. У нас будет мэром Брикалов. Большинство голосов в новом составе получит оппозиционный блок. Большинство подавляющие. Там единицы пройдут. Если пропустить вот этот момент, что да ладно, пусть там подумают как-то потом, значит, следующим, они проведут еще какой-нибудь референдум. А переголосование улиц уже, переименование голосов, даже этих улиц не будет ставиться вопрос. Они пойдут дальше. То есть надо решить вопрос с тем, что как сделать, чтобы этого не было. Я на открытом собрании сказал, что это саботаж. Чем вызвал бурные, смех, мы, говорит, отражаем боль у народа. Поэтому я обращаюсь ко всем членам рабочей группы, к руководству их, облгосадминистрации. Давайте примем такое решение, чтобы сразу отменили это решение Димитровского располкома. Приехала комиссия к нам от области и хоть как-то навела порядок в этом неблополучном городе. Спасибо.